Друзья, всем привет, добрый день. Зеленский пообещал пойти на второй срок, переизбраться президентом и тем самым фактически дал старт избирательной кампании в Украине. То есть после этого заявления можно сказать, что выборы такие состоятся. Состоятся скорее всего весной 2024 года. Что интересно, заявление о том, что я иду на выборы, Зеленский сделал не в Украине, не для украинских сменений, на встрече с украинскими журналистами, а сделал для португальской газеты. То есть это был сигнал даже больше не нам, что он на выборы идет, потому что здесь-то он уверен, что победит. А это был сигнал европейцам, что я вас услышал, вы же помните, да, сюда приезжали и еврокомиссар уже, и сенатор США приезжал, которые фактически поставили ультиматум Зеленскому с требованием провести весной сразу трое выборов. Это президентские, парламентские и местные, которые состоятся, ну, наверное, в один день с президентскими выборами. Полная перезагрузка власти. Этого требуют наши международные партнеры по двум причинам. Во-первых, Зеленский их задолбал. Задолбал по многим причинам, прежде всего своим непрофессионализмом, отсутствием, как говорил в свое время Гончарук, ясности в голове. Только он исполнил слово, что у него там туман. И, соответственно, действиями, которые в связи с этим туманом он допускает. Ну, вы помните историю о том, что перед канцлером Германии после одного из совещаний у Зеленского, где они курят тайкосы, веселятся, ну, как в КВН, они считают, что вся страна это КВН, война это КВН, временно перемещенные лица это КВН, беженцы КВН, разрушенные дома, все КВН, все весело, смешно, ролички, шмолички. Так вот, прямо одной из таких встреч, они решили обозвать, давайте как-то его обзовем, этого канцлера Германии, который не сильно торопится давать нам вооружение. Назвали его, помните, сосиской в кислой капусте, что исполнил посол Украины в Германии Мельник, который сейчас стал заместителем министра иностранных дел, да, при Кулебе. Ну, соответственно, вы понимаете, да, то есть в дипломатическом протоколе, когда посол делает какие-то заявления, это обязательно согласовывается с своим руководством, то есть с министерством иностранных дел. Так как у нас все это Петрушки, марионеточное министерство и марионеточные чиновники Офиса Президента, ну, понятно, что это дальше согласовывалось напрямую, у нас один человек всем занимается в стране. Это поэт-оделание Владимира Александровича, его задача ролики записывать, это Андрей Борисович Ермак, подпольная кличка в Офисе Президента Алла Борисовна. Вот он согласовывал обзывание Шольца сосиской, он же, судя по всему, писал программную речь Зеленского, которую тот провозгласил в США, когда в сентябре 2021 года поехал на свою первую встречу с Байденом. И после этой первой встречи американские корреспонденты написали, что он привел Байдена в бешенство. Тем, что я ссылочку, чтобы сейчас вас не загружать слайдами и текстом, я ссылочку на эту публикацию приведу в описании к этому видео, вы посмотрите и почитаете сами. Он привел Байдена в бешенство своей примитивностью и своим примитивным отношением к НАТО, требованиями, которые он выдвигал. И помните, сразу после этого визита в 2021 году, осенью, начался вот тот самый процесс системной дискредитации украинской власти в зарубежных средствах массовой информации, который привел к обвалу рейтинга Зеленского с 55-59% примерно до 20%. Не забывайте эту историю. Кстати, вот этот же процесс, его визита в сентябре 2021 года с последствиями в виде ощущения американского истеблишмента, что они имеют дело с абсолютно случайным человеком, который вообще ни черта не соображает о том, чего он говорит, какие требования ставит, кому он вообще приехал, с кем он разговаривает и как он разговаривает, как он себя ведет. Это в том числе, на мой взгляд, могло стать основанием для того, чтобы Путин решился напасть на Украину. Ведь ощущение или информация о том, что условный Байден призывает условного Зеленского, является одним из побудительных мотивов для агрессии. Ну, мол, не будут защищать. Путин, слава богу, ошибся. Они защищают нас весь мир, помогают нам весь мир, но, повторюсь, не потому, что у нас есть Зеленский, а, наверное, даже вопреки этому. Помогают украинскому народу. И даже несмотря на обзывательство сосисками, даже несмотря на туман в голове, даже несмотря на вот недавний выпад Кулеба в отношении, он был на встрече в Испании с министрами иностранных дел Европейского Союза. Ну, вы поймете, да, о чем мы вообще говорим. Третьесортный чиновник МИДа Кулеба, при Али Борисовне, ставший великим, приезжает на встречу с... Ну, это как Шольц, да, это человек, который прошел путь от рядового члена партии, какого-то клерка до канцлера Германии. Он этот путь проходил. Он не с КВН, а, знаете, там, дунул-плюнул и стал президентом. Или не был там, не подносил бумажки где-то в канцелярии МИДа и тут бац, стал министром иностранных дел, как у нас Кулеба. Он прошел путь, да, он опытен, он что-то видел, он чиновник или политик до мозга костей. Они это все... все эти выскочки на этом фоне выглядят просто смешно. И когда вот такая выскочка приезжает на встречу с кадровыми министрами стран Европейского Союза по вопросам иностранных дел, говорит им, вы там заткнитесь, они вместо того, чтобы критиковать наше контрнаступление, которое и, в принципе, осуществляется только силами украинских солдат, его волей к победе украинского солдата и оружием и финансовой помощью международных партнеров, приезжают люди, которые палец за палец не ударили, кроме как воровывать армию, и рассказывают, что вы тут заткнитесь, мы сами без вас разберемся. Без них мы бы не разобрались точно. Как вы это прекрасно понимаете? В общем, он их утомил. Он их утомил. Он же, Владимир Александрович, я имею в виду, решил, что он теперь разговаривает не с иностранными элитами, ну, не с условным Байденом или Шольцем или Макроном, нет. Он теперь разговаривает с народами Европы и США. Он к ним обращается, записывает эти видео, выступает перед студентами, ну, и типа таким образом получает поддержку социуму. Он тоже утомил, судя по всему, всех иностранных политиков этой политикой своей. И они бы, наверное, хотели, как мне кажется, исходя из тех публикаций, которые мы читаем в европейской, американской прессе, то есть они бы хотели какое-то развитие, вернее, не развитие, а завершение увидеть войны на территории Украины. Да, понятно, мы все хотим разгрома России и капитуляции Москвы, но при этом все прекрасно понимают, что это займет очень длинный путь и очень большие жертвы, и человеческие, в первую очередь, и материальные. Поэтому все хотели бы какой-то выход нащупать, увидеть его, и понимают, что Владимиру Александровичу его нащупать, скорее всего, не удастся, по причине его упертости, непрофессионализма и отсутствия понимания вообще, о чем идет речь, да, и стратегического мышления, потому что, ну, думать о том, что Ермак стратег, ну, ребят, если вы всю жизнь обелечивали ларьки, а потом стали у главой офиса президента и распоряжаться с судьбой страны, самой большой страной в Европе, воюющей с самой большой страной в мире, но имеется в виду по территории, то, ну, навряд ли это стратег, да, это счастливый случай, который стал для нашей страны в случае Ермака несчастным. Вот, это все их утомило, это конструкция, это абсолютно иррациональное желание Вовы ногами и руками дераться за Ермака при всех этих коррупционных скандалах, зашкварах, прямой связи вот с этой же историей, с закупкой для Минобороны через партнершу его отца с фирмой, которая поставляла куртки Минобороны в троекратно завышенной ценой и несоответствующей техническим условиям поставки для армии. Вот все, что вроде бы в нормальной стране, только даже намек 10% от того, что происходит, должно было бы стать основанием для отставки такого главы офиса. У нас нет, вот они как циане друг к другу, намерто вцепились вдвоем с Вовой и вот держатся друг за другом. Это всех утомило, и все хотят какую-то эту историю перезапустить, перезагрузить и как-то двигаться дальше, с чистого листа. Вот, все, спасибо, свободно. Поэтому требуют выборов. Ну, потому что иначе, смотрите, учитывая монобольшинство и желание Владимира Александровича и используемую им тезис о том, что мы освобождаем Украину до грани с 91-го года и больше никаких вариантов нет, она же по большому счету должна устраивать всех. европейцев, американцев, потому что это борьба с Россией до конца. А они все равно хотят выбора. То есть, демонополизировать власть Зеленского, избавиться от монобольшинства, которое превратилось просто в послушных, стадо послушных идиотов. Голосочек за все, что им скажут. Ну, вот сейчас им скажут проголосовать за выборы, и это будет, кстати, очень интересная история, как офицерская вдова сама себя высечет, потому что ни одного из этих людей, которые сегодня сидят в Раде, под брендом «Слуги народа», в Раде 2024 года мы уже не увидим. По делам, слава Богу, безусловно. Но я думаю, что Владимир Александрович, понимая, я же не говорю, что он глупый, он не глупый, он неопытный, непрофессиональный и слишком самовлюбленный для трезвой оценки ситуации, но не глупый. Поэтому, понимая, что происходит, понимая, куда его на заклане ведут наши международные партнеры, почему они требуют выбора и что они хотят получить по их итогам, он будет пытаться с ними играть. Я записал вам вчера видео, рассказывая о том, как он пытается назначить министром обороны Умерова, который связан с олигархом Ахметовым в Украине, олигархом Абрамовичем в России и турецкими султанами, чтобы опереться на них, получить доп. поддержку в условиях отсутствия поддержки от международных партнеров. Ему нужна крепкое плечо, несколько плечей. Такая же история будет сейчас и с избирательными списками, такая же история будет с партиями, такая же история будет с новым проектом. Просто, как Зеленский туда, в Испанию, он вот здесь вообще никому ничего не говорит, потому что, в принципе, поплевать он хотел на мнение людей здесь. Он считает, что выбор он выиграет техническим способом. Ну, то есть, телевизор включать никто не будет, критику власти никто не разрешит. То есть, марафон национального оболвания должен выполнить свою роль и перевести Зеленского в президентское кресло второй раз, а на базе «Слуги народа» нужен будет создан другой проект, с которым они пойдут во власть. Почему я так считаю? Почему я считаю, что «Слуги народа» не будет? Ну, во-первых, потому что партией никто не занимается. Я стоял у истоков создания «Слуги народа». Я занимался «Слугой народа» в Киевской области. Я был руководителем партийной ячейки в Киевской области. Я прекрасно понимаю, как в том же городе Киеве партия устроена, потому что участвовал в праймерис на кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Я знаю, как это устроено изнутри. Вот на сегодня всем на партию тупо наплевать. Не работает ни одна приемная, никто ничем не занимается, съезды партии не проводятся. В общем, нифига не делается. Кто-то там за что-то голосует, ситуативные какие-то договорники. Где-то «Слуга народа» в партнерстве с бывшим ОПЗЖ, где-то в партнерстве с Европейской солидарностью, где-то... В общем, черти шо. Никакой партийной линии на местах, никакой идеологии, никаких ячеек, никакой сетки, ни черта у них нет. Это говорит о том, что деньги, самое главное, никто не вкладывает. И сотрудникам, которые работали даже в партийных офисах, после меня, например, распустили. Ну, ничего там не происходит. О чем это говорит? О том, что никакой партии «Слуга народа» на выборах в 2024 году не будет. Ну и всех вот этих вот дурачков, которые сегодня голосуют за то, что им скажут об президенте, тоже не будет в принципе, в помине не будет. Кстати, я думаю, они многие об этом даже мечтают, чтобы от них уже отстали, отпустили их, они вернулись заниматься там, чем они занимались. Кто в гостинице работает, кто лес пилить, кто там на пасеке подворовывать. Вот, чтобы просто от них отстали. А зайдет новая политическая сила, назовем ее условный блок Зеленского, в котором не будет ни одной опостылевшей во мрожи «Слуги народа», но зато будут герои войны, герои Ирпеня, герои Бучи, герои взятия Бахмута. И вот эти вот все люди, которые куют победу. То есть Зеленский будет пытаться опереться, как Порошенко в 2015 году, на ветеранов, на армию. И, собственно, попытаемся... Мы увидим с вами реинкарнацию истории армии Мова Вира. Мы ее сейчас уже видим. Вот то, с чем шел Порошенко на выборы в 2019, ровно с тем же самым Зеленский пойдет на выборы в 2024. Собрав... Вот, знаете, вот напоминаю, да, я вам во всех видео говорю, что более прогнозируемого предателя, чем Зеленский и Ермак, ну, представить себе невозможно, предателя, я имею в виду, в смысле своих. Вот как они слили своего бизнес-партнера Арестова, у которого в бизнесе по импорту рыбы и рыбопродуктов 15 или 10 процентов принадлежало лично Зеленскому. И как они его чпукнули, выгнали, подозрели... Вот они сделают ровно со всеми, зароди со своих задниц они сделают со всеми ровно то же самое. С нами со всеми тоже, вы не сомневайтесь. Они, естественно, их близких так кидают, то народ они кинут в самую первую очередь. Но, к чему я это все говорю? К тому, что вот увидите... Вот сейчас Владимир Александрович закончит очередное турне, очередное раздавание интервью зарубежной прессе, отзовет своего полусумасшедшего кулеба, который там кому-то сказал заткнись, кому-то сосиской, кого-то, в общем, короче, соберет это свое хамское окружение между собой. И, значит, после этого они, скорее всего, согласуют стратегию, с которой выйдут и заявят нам всем, что слуга народа себя дискредитировал, скандалы его утомили, он хочет опереться на тех, кто защищает родину, он все понял, все осознал, все исправил. Народ у нас доверчивый. Часто не видящий, что происходит на самом деле. Ну, просто от неопытности. Потому поверит второй раз. Так считает Зеленский. И второй раз даст ему мандат стать президентом. Вот после всего, чего он сделал со страной, с каждым конкретным гражданином, с землей, ну вот со всем. С заводами, газетами, пароходами. С каждым из нас. Вот как он сказал в своем интервью для испанской газеты, я дрожал, он и кинул. Ну, так как он кинул нас первый раз, я даже не знаю, что надо, чтобы второй раз так произошло. Мы второй раз просто не переживем. Владимир Александрович, если вы будете смотреть это видео, я знаю, что вы любите меня смотреть. И любили раньше всегда. Так вот, если бы не любили, у меня не было бы электронного браслета на лайке, который не каждому коррупционеру и взяточнику находят, а для меня по всей стране искать. Знаю, что смотрите. Поэтому, когда все будете выходить, публику рассказывать о том, что вы, в общем-то, все поняли, и хотите взять абсолютно новых людей в свой список, и теперь все будет по-новому, вы будете думать, что мы вам поверим, но нет. Вот я и многие другие люди, которые хорошо вас знают, и как вы ведете свои дела, будем до конца стоять за то, чтобы чисто политически, демократическим путем, возможности переизбраться у вас не было, потому что люди должны знать правосправду. Но я уверен, что именно будет именно так. Выйдет, скажет, что вот он все понял, новый список, герои, ветераны, инвалиды, медсестры, волонтеры, вот это вот все будет новой основой новой политической силы Селинской. ПЦУ там будет, все там будет. Не сомневайтесь, ни на секундочку не сомневайтесь. После чего начнется избирательная кампания. Избирательная кампания будет проходить в удивительных условиях. Она будет проходить в условиях военного положения, вопреки Конституции Украины. Вы понимаете, что Конституция запрещает проведение выборов в условиях войны, и тем более аннексии части территории Украины, проведящихся в боевых действиях. Но это не смутит Владимира Александровича, потому что для него это вин-вин-стратегия, как он считает, потому что в условиях военного положения, которые отменять никто не будет, вот запомните мои слова, будут проводиться выборы в условиях военного положения, для чего услуги народа будут пытаться в ближайшее время поменять избирательный кодекс. Закон о выборах поменять и попытаться провести эти выборы в условиях войны. Вопреки Конституции. Что даст возможность после выборов их еще раз отменить. У нас здесь начнется политический хаос, но опять же это длинная тема, мы сейчас ее отложим. И попытаться, не включая телевизор, под фанфары марафона национального оболванивания, вот этих всех своих роликов, вручения наград героям, целования флага, на который ему наплевать, им наплевать, они будут пытаться пойти во власть заново. При этом, как вы видите, они формируют сразу несколько колонн, которые должны стать их союзниками в этом избирательном процессе. Вот тот факт, что в национальном марафоне со всех сторон дуют в задницу некоему притуле, который окружил себя, например, такими персонажами, как убийца Стерненко, ну вообще всякие там, вообще там шушера на шушере, но суть. Значит, фонд, который там притула, спасибо ему, конечно, в этом плане, возглавляет, который сейчас показывают в любом, если вы видели, спортивном событии, концерте, ну в общем во всем, что показывают в национальном марафоне, присутствует притул. Вот как вы думаете, вот если существует некая политическая сила, которая является тебе конкурентом, ты будешь дуть ей паруса вот таким способом? Конечно, нет. Поэтому вот то, что вижу я, притула, это фармпроект Офиса Президента, вот как бы вот будет притула идти, вот будет идти блок Зеленского, и будет идти кто-то еще. Скорее всего, ставка будет на заложного, которому формально дадут право дойти в политику самостоятельно, формировать партию военных. То есть партия волонтеров, это притула, партия военных, это заложный, и партия любителей КВН, это Зеленский. Вот этими тремя колоннами Владимир Александрович постарается всех обмануть, для того, чтобы создать перед иностранными партнерами видимость демонополизации власти. То есть заведя не 250 условных слуг народа, а 80 притул, 80 заложных и 80 зеленских, создастся то же самое монобольшинство под командованием Ермака Зеленского, которое будет вести ту же самую политику, которая так сегодня не устраивает наших международных партнеров. Это то, как смотрят на выборы в офисе президента в двух с половиной километрах от моего офиса. Вот я правда сомневаюсь, что подобного рода простую довольно аналитику не могут провести наши международные партнеры, они не готовят Владимиру Александровичу какой-то сюрприз. Какой я даже в принципе понимаю, потому что буквально в этот понедельник глава НАБУ Кривонос, глава САП Клименко и все их заместители срочным образом, вот как раз сенатор Ленси Грэм прилетел, дал пресс-конференцию о том, что нужно выборы провести, улетел и средом за ним улетели руководители антикоррупционных органов. Улетели, как официальная версия гласит, для представления результатов реформы антикоррупционных органов, а на самом деле, скорее всего, вернутся они с довольно четким планом по обнародованию или по реализации материалов уголовных дел, которые у них есть на окружении Зеленского. Там, я уверен, будет и притула с его закупками, и фонды все вот эти вот будут. Я думаю, что с помощью контролируемой, или, скажем так, правильно, лояльной к нашим международным партнерам антикоррупционной вертикали на планах Владимира Александровича будет поставлен жирный крест. Именно, кстати, поэтому у него родилась идея, давайте приравняем коррупцию в госизмене и передадим расследование коррупционных преступлений в СБУ, чтобы изъять материалы, ну типа под хайпом, они все под хайпом делают, изъять материалы у набушников, таким образом, через карманного генпрокурора Костина, передать их в СБУ и таким образом заблокировать возможность нанесения вот такого коварного удара от международных партнеров по коррупционным потокам Офиса Президента. Уверен, не получится. И как только начнется этот процесс, как только даже попытаются они зарегистрировать вот такой законопроект, все, вернутся товарищи Кривонос и Клименко, и же с ними из комендировки в Соединенные Штаты. И мы увидим с вами не только историю о том, как замминистра экономики, замминистра аграрной промышленности Грибан и Высоцкий деребанили деньги украинского бюджета, 500 миллионов долларов на закупки макарон у подставных фирм, макарон, которые были украдены из гуманитарной помощи ранее Кириллом Тимошенко, с сотоварищем и перепродажа этих макарон у крызалезности, а потом последующая развозка их в ОТГ, пострадавшие от оккупации. Не только куртки мы увидим Резникова, мы увидим очень много разных и интересных примеров коррупции от самого верха до самого низа, что поставит крест на всех инициативах ОП, забежать и таким образом обмануть иностранных партнеров, заведя под разными фармпроектами, заведя большинство в Верховную Раду. Но мы это все видели. У Порошенко для этого был наш край, помните? У Януковича для того, чтобы локализировать патриотов, патриотов была свобода, ручная партия. Мы что-то все наблюдали. Владимир Александрович пытается, он же использует темы тех же самых политтехнологов, но Миша Подоляк, работавший на Юру Януковича, который работал на Януковича. И соответственно все вот эти персонажи, которые их сегодня консультируют, Левочкин консультирует Ермака, Подоляк консультирует Ермака, это все одно и то же. Они все то же самое будут пытаться нам навязать и рассказать, и то же самое все сделать. Мы знаем, как с этим работать, о чем рассказывать, куда смотреть, все вам обязательно покажем, расскажем. В общем, попытка захватить власть, вернее, переизбраться, будет предпринята вот примерно в таком формате, о котором я вам сейчас говорю. Уверен, что, ну как бы так поставлена задача международными партнерами власть демонополизировать, превратить Зеленского в президента, уровня, которому он соответствует, я в данной ситуации без оскорбления это говорю, о президенте, который в парламентской, президентской сфере отвечает только за назначение министра обороны и главу СБУ, ну и Совет национальной безопасности и обороны. А все остальное передать понятному премьер-министру и понятному большинству в парламенте. Именно, кстати, потому, что большинство в парламенте, это все равно будет формироваться из тех людей, которые имеют для этого возможность, силу и опыт. Именно поэтому Уфис Зеленского сегодня пытается приручить Яценюка, назначая его людей, пышного в Нацбанк, Пашинскому давая кусочек обороны подзаработать, Иванчукову давая возможность на контрабанде позаниматься, с одной стороны, да, Порошенко подтягивает, с другой стороны, потому что со всеми хочется договориться, чтобы на них не сделали ставку, чтобы можно было разыгрывать эту карту. Поэтому план у них такой. Дислокация, диспозиция нам тоже абсолютно понятна. Слабые стороны тоже ясны, и они очень простые. Коррумпированность. Коррумпированность, скандалы за шквары, которые никуда не денешься, которые будут появляться и подтачивать доверие к действующей власти, вот прям как только это будет необходимо. Как вы понимаете, у нас ничего просто так не происходит. Поэтому весной нужно ждать двух вещей. Во-первых, к весне мы абсолютно увидим полную информационную диссимиляцию, дезинтеграцию мифа о Честном Зеленском, который он нам навязывал на протяжении почти пяти лет. Мы увидим все вот эти истории про его заместителей, все расследования, все это мы посмотрим. Если они будут так не отправить их в отставку, то получат подозрение и отъедут в СИЗО. Это увидим одну сценарий, одну серию. Вторая серия. Если предположить, что наши иностранные партнеры каким-то образом видят разрешение войны в Украине, в договоренностях, ну а по-другому достичь их любого, завершить любую войну без договоренности невозможно, с государством агрессором, с Россией, то сам политический ландшафт для достижения этих договоренностей должен быть совершенно другим. Ну, условно, мы же сами сочетаем новости о том, что если, вот, даже Буданов дал интервью, сказал, что если вот сейчас Украина победит, ну, отбросит Россию за границы 91-го года, то она не дает наносить удары и за европейским, и американским оружием по территории России, по состоянию 91-й год. То есть, как только мы их отбросим, они, значит, пересоберутся и снова к нам придут. Соответственно, чтобы они к нам не пришли, нужны какие-то гарантии и договоренности. В НАТО нас не возьмут, иначе не было бы истории про гарантии G7, вот эти международные гарантии с отдельными странами, которые пытаются подписать в офис президента. Этой бы истории не было. В Европейский Союз предположительно да, в НАТО нет. Соответственно, нам нужна какая-то схема, какой-то договор, меморандум, который бы позволил зафиксировать положение вещей, которая будет на определенную дату сформирована. Я имею в виду в целом, вы все поймете. Вот чтобы зарегистрировать вот это вот, да, нужно, чтобы все стороны, которые участвуют в договоренностях, были удовлетворены, их условия так или иначе в какой-то мере были соблюдены. Поэтому я вот о планах власти вам рассказал на выборах, и о том, как они попытаются сохранить власть, тоже рассказал. Но вот я думаю, что мы с вами не учитываем одного, что в рамках договоренностей, которые идут по миру в Украине между нашими международными партнерами, и я уверен, что есть коммуникация у них с государством-агрессором некая, вот в рамках этих договоренностей политический ландшафт будет кардинально изменен, и все их планы просто пойдут прахом, потому что здесь будет другой лидер, другое политическое, скажем так, поле, поле, которое нужно будет сформировать для дальнейшего мирного сосуществования с государством-агрессором в той или иной мере. Я думаю, я так изоповым языком это сформулировал, но я думаю, вам все понятно. Вы люди умные, потому что подписаны на канал Дубинский в Ютубе, Дубинский Про в Телеграме, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, все для вас, все ради Украины, все ради того, чтобы вы знали правду о том, что для нас с вами готовят. Будьте здоровы, пока!